Девушки отдыхают 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 в створе выполнено, оценивают наши судьи. Это элемент с тройным коэффициентом. Итак, второй элемент, который выполняет Андрей Балавацкий, это езда лежа поперек седла, ускоряется на галопе, на масс, и возвращается в седло Андрей Балавацкий, Беларусь. Это прямо в лайн, в лайн, в седле, от Андрея Балавацкого. Ну что, аплодисменты, Андрей выполнил первые два элемента из шести. И встречаем Игоря Песецкого на своей красавице. Так, не иди на меня, не иди, все, уходи в сторону, ушла. Я управляю лошадьми, глядя им в глаза. Игорь Песецкий, Республика Беларусь, приветствуем. Игорь Песецкий выступает на лошади Зевс, обращая внимание на красоту, окрасы этой лошадки, ну и самое главное, что все наши лошади, это лошади, которые в любом случае хоть раз в жизни даджигиталали, то есть вели своего всадника по прямой на боевом поле. Итак, поддерживаем Игоря Песецкого, так хлопаем нашим спортсменам. Станиславу не хочу, Станиславу не хочу, О, на лаву не усажу. Ты берешь пианину, ты берешь пианину, ты берешь пианину. Езда лежа, поперек седла, первый элемент от Игоря Песецкого и возвращается. Но здесь момент, перешла на рысь, будет ли защтен. Итак, мы с вами увидели, как лошадка по кличке Зевс пересла на рысь, но у нас стойка вниз головой, ваши аплодисменты, Зевс и Игорь Песецкий. И это был стандинапсайддаун. Двойной коэффициент до этого упражнения. Итак, самое важное, чтобы спортсмен начинал элемент уже в створе. У нас с вами створ обозначен двумя вот этими пихточками. Там что-то, быть может, интересно можно найти, но пока искать не будем. Если спортсмен раньше завершает элемент, либо позже его начинает здесь, не засчитывается вообще никак этот элемент. И сейчас у Игоря Песецкого два таких элемента как раз-таки прошли мимо. Давайте поддержим нашего спортсмена аплодисментами. У него еще будут попытки все это исправить. Но только в одном элементе вот там он допустил эту ошибку. Здесь у нас с вами была следующая ситуация. Сгалопа лошадь перешла на рысь в выполнении элемента от нашего белорусского спортсмена. Ввиду этого также не засчитывается эта ошибка, которая не позволяет нашим судям оценивать выступления спортсмена. Поэтому от лошадки тоже многое зависит. Так что я попрошу поддержать Зевса аплодисментами. Зевс, ты молодчик, но сейчас опять начинает Андрей Балавацкий. Вторая попытка, третий, четвертый элемент. Смотрим. Андрей Балавацкий будет начать. Ну поддержка, поддержка. Просит. Ну что, я тебе подпою и загляделась на Ясю. Я подшаровала и немножко танцев от меня, Андрей Балавацкий. Смотрим. Второй элемент это флажок. Легко, красиво, непринужденно, но и эффективно. Андрей Балавацкий, флажок. Это была стойка на стременье в виде такого флажочка нашего спортсмена. И переходим далее. Сейчас мы с вами наблюдаем соскок с посадкой в седло. Это была стойка на стременье в виде такого флажочка нашего спортсмена. Игорь Песецкий готов выйти вместе с Зевсом и побороться за звание чемпиона мира. Ваши аплодисменты! Игорь Песецкий и Зевс! Ну будем уже углубляться в историю мифологии. У Зевса явно уже есть титул чемпиона Европы, потому что еще давным-давно он ее похитил и увез. Ну а пока Игорь Песецкий готовится под ваши аплодисменты к третьему и четвертому элементу своей вольной джигитовки. Ну что, Зевс сегодня тоже показывает особенное выступление. Давайте поддержим их. Зевс и Игорь Песецкий. Это была стойка на стремени с Тюребстенд. Мы с вами видим волочение! Вау! Аплодисменты! Великолепный элемент из Зевс! Прямое волочение Drawing Forward. И это элемент с двойным коэффициентом. Мне кажется, даже Зевс немножко кайфанул, что получился хоть первый элемент в этой программе. Ваши аплодисменты, Зевс и Игорь Песецкий. Молодцы! Пятый, шестой. Андрей Булавацкий отправляется на финальный пятый и шестой элемент своей программы. Мы наблюдаем за выступлением белорусского спортсмена. И это третья проездка. Это сад Райд по Андрею Булавацкий. Я бы написал, да? Я бы написал, да? Ну что, Андрей Булавацкий любит публику, показывает, что готов для нее показать все свои элементы. Пятый и шестой остаются. Смотрим, поддержим. Соскок через шею лошади. Андрей Булавацкий, Беларусь. Это на самом деле прикладной вид. Прикладной вид белорусской вольной джигитовки. Именно такая стойка помогает увидеть колорадского жука, независимо от густоты картофельной ботвы. Ну что мы с вами проводим? И это стейлинг опсайдаун от Андрея Булавацкий. Ну и как всегда, мы с вами знаем, что это спортсмены из Беларуси. Это команда Беларусь. Игорь Песецкий начинает движение на стартовую линию. Давайте поддержим Игоря Песецкого. Аплодисменты громче! Беларусь! Аплодисменты громче! И так, соскок с посадкой, и Зевс устоял в галопе. И это было прыгать на хорсовую группу и прыгать в саду. Ну и завершает Игорь Песецкий красиво. Главное, чтобы Зевс продолжит движение. Езда стоя будет или нет? Нет, не получилось. Но это была езда в приседе. Езда в приседе на седле. Аплодисменты Игоря Песецкому! Беларусь! Так, это была команда Беларусь. Пожалуйста, пригласите их! Мы с вами продолжаем далее и прощаемся с командой Беларуси, которая показала все свои элементы в нашей вольной джигитовке. Аплодисменты и спасибо огромное! Андрей Булаватский, Игорь Песецкий. Беларусь! Но прямо сейчас на боевое поле выходит команда Казахстана. Именно команда Казахстана вчера путем жеребьевки определилась под вторым номером. И у нас с вами там выступает Жалгазбек Сулейменкулов, Ваши эллисменты Жалгазбек и Ернат Султан. Итак, теперь команда Казахстана начинает. Это Жалгазбек Сулейменкулов и Султан Ернат. Ернат Султан и Казахстан. Ну что, опять-таки, все так же, как и в команде Беларуси, которая открывала нашу вольную джигитовку, по два элемента парни будут показывать. Всего три проездки у них будет на каждого. Начинает у нас с вами первым это Жалгазбек Сулейменкулов. Обращаю внимание, как путем жеребьевки команда Казахстана выбрала для себя достаточно похожих лошадей. Удивительная возможность нашим спортсменам выступать именно на таких красавцах. Барин первый из них. Смотрим за выступлением Жалгазбек. Ну не забываем мы с вами поддерживать наших спортсменов. Сейчас начинает уже движение к первому своему элементу Жалгазбек. Казахстан. Вертушка вокруг Луки. Это было садлбин. Ну что, мы увидели с вами первый элемент. Вертушка вокруг Луки. Лука это то место, где мы видим вот небольшой рычажок, за который держится наш спортсмен на седле. И ох! И это цирковая вертушка. Шокус раунд спина и коэффициент 4. Ну и самое главное, да, это коэффициент 4. Цирковая вертушка от участника из Казахстана. Жалгазбек Сулейменкулов. Аплодисменты Жалгазбек. Двигаемся далее. Вторым спортсменом является Ернат Султан. Поэтому сейчас Ернат Султан выступит на лошаде Кортес. Итак, берет возможность для разминки наш всадник. А нет, даже без разминки Ернат Султан начинает показать элемент. И это у нас с вами оборотная вертушка с посадкой нашей лошади. Ох-ох-ох, Ернат Султан. И обратите внимание, соскок на обе стороны. Ернат Султан, Казахстан. Ну что, мы продолжаем с вами. Вторая попытка у нашего спортсмена, опять же, это Жалгазбек Сулейменкулов. Жалгазбек Сулейменкулов начинает у нас с вами вторую попытку. Третий и четвертый элемент. Поддержка, поддержка команде Казахстана. Куддонской породы. А Григорий Феофанов выступит на лошади по кличке Айроса Сив. Андалузская лошадь. Ну что же, уважаемые зрители, у нас с вами у этой команды России лошади, на которых они никогда в жизни не выступали. Поэтому сегодня у нас мастера, конечно же, с большой буквы, но лошадки могут сотворить какие-то чудеса. Так что не судите строго, если лошадь вдруг что-то взбрыкнет. Вот главное, что мы поддерживаем нашу команду, команду России, команду, которая принимает этот чемпионат мира по джигитовке. Готовы? Аплодисменты! Владимир Архипов первый! Начинаем! Так что, готовы, готовы, Владимир Архипов, Россия! Итак, мы бедем с вами за первыми двумя элементами, которые покажет нам Владимир Архипов. И сегодня у него в программе достаточно непростые элементы. Главное, чтобы все получилось. Владимир Архипов, сборная России. Смотрим. Ну и больше шума от наших трибун поддержка. Хлопаем! Хлопаем! Не только земля поддерживает, не только, но и трибун. Пока замыкаете коням, не надо только ремень. Бывают обрабшие давным давно, Терные силы пришли войной. А мы не знали, не ожидали, Жили любви, детей рожали. Пятьсот тысяч за раком, Руси не видало таких врагов. А мы не знали, не ожидали, Жили любви, детей рожали. Нездастой на седле от Владимира Архипова. Ну что, мы с вами видели, как нервничает лошадка, конечно же, видит переживания спортсмена. И следующий элемент. Это уральская вертушка! Владимир Архипов, право! Уральская вертушка! Из Владимира Архипова, Россия! Вновь теперь мы готовы увидеть выступление нашего второго спортсмена. Это участник Григорий Феофанов. Аплодисментами приветствуем Гришу на нашем площадке. Итак, мы видим, что у Григория сегодня... Григорий Феофанов и Айроса Си! У нас Айроса Си! Это андалузская порода лошадей, это испанская порода, чистокровная лошадка, но со сложным характером. Итак, немножко о кольцах, которые устанавливаются. У нас с вами каждое кольцо, это четверт, третий, третий коэффициент по сложности исполнения, и каждое кольцо приносит 10 баллов, независимо от техники выполнения. То есть, если он поднимает ее, схватает и выбрасывает, это 10 баллов умноженное на коэффициент. 3,30 баллов приносит нашему спортсмену в зачет. Но есть еще и второе кольцо. За второе кольцо все точно так же. Плюс 10 баллов умноженное на 3, и 60 баллов за всю эту дистанцию может заработать наш спортсмен. А это огромное количество очков, которые могут сулить первую, вторую или третью строчку. Быть может, даже чемпионство. Поэтому посмотрим, на что способен Григорий Феофанов. Итак, Гриша, будешь готов? Поднимай руку, чтобы мы отправили тебя на старт. И замияло небо голубое, полная краса мира до покоя, а кто пожалует к нам в своей бою? Первое есть. И второе есть кольцо. Браво! Григорий Феофанов! Следующим онементом является езда, стоя на седле. Обратите внимание, как красиво ведет себя Айрос Аси и Григорий Феофанов! Гриша! И упражнения сделаны. Григорий Феофанов, Айрос Аси! Ну что кричат мужчины? Гриша красавчик, это действительно так. Респекты Григорий Феофанов, Айрос Аси! Молодцы, ребята! Идем далее. Вторая попытка от Владимира Архипова. Опять же, сложнейшие элементы. В программе Владимира Архипова большое количество вертушек. Смотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Именно так можно называть Владимира Архипова, потому что он делает чудеса верхом на лошади. Гангут и Вова Архипов. Полетели смотреть, что он там натворит. The last ride for Владимира Архипова and Гангут. А мы поднимем первую, дай бог не последнюю, Чашу меда дикого за Сибирь великую. И по кругу пустится, братина искусница, Со стола кедрового, чем ты хочешь закуситься. Итак, пятый, ребята, Владимира Архипова. У нас с вами еще одна вертушка. Давай-давай, возвращайся, вовремя есть! Наоборот, две вертушка. И соскок против темпа через шею лошади с посадкой в седло. Это Владимир Архипов. And jumping this mode against the pace tempo. И все эти элементы тройного коэффициента. Лишь бы брали правильно, и Сибирь не мучали. Мы с вами готовы завершить выступление команды России еще одним спортсменом. Это спортсмен из России, конечно же. А зовут его Григорий Феофанов. Григорий Феофанов на старте. Ждем команды нашего спортсмена и готовности судейской коллегии. Григорий Феофанов готов. Готовы ли трибуны? Поддержим Гришу в пятом и шестом элементе. Смотрим, смотрим. Ласт прайд по Григорий Феофанов. And I rose to see. И у нас с вами ножницы. Ножницы от спортсмена из России. This kissers for Russia. И не получается вертушка до конца вокруг Луки. Ваши аплодисменты. Григорий Феофанов. Ну что же, поддержим Гроучи. Григорий Феофанов. Григорий Феофанов.